Девушки отдыхают 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 Секрет раскрывается, если посмотреть на фокус с другой стороны У меня есть трехмерный объект и двухмерный, этот бумажный диск В основе фокуса научный принцип построения трехмерного зрительного пространства, которое создают глаза Все завязано на перспективном зрели Когда мы впервые фиксируем куб в качестве трехмерного объекта, он таким и остается в нашем сознании, даже если мы смотрим на наклеенные на тротуар полоски Грубо говоря, наш мозг заполняет пробелы в восприятии и заставляет этот куб быть для нас трехмерным, несмотря ни на что Наш мир полон зрительной информации Мозг справляется с ней только благодаря накоплению образов, которые помогают не напрягаться каждый раз, видя одни и те же предметы или явления Свет и тень Размер, форма объекта и расстояние до него Мы думаем, что не существует по установленным правилам Но иногда это в корне неправильно Посмотрите на эту комнату Я окажусь намного выше Сары Это не спецэффект, а невероятная иллюзия Ведь если я окажусь в другом углу, то уже Сара станет выше меня В действительности у нас одинаковый рост Все дело в конструкции этой комнаты Ведь она не квадратная, а скорее напоминает по форме трапеции Мы привыкли к тому, что комнаты имеют форму квадрата Поэтому думаем, что эта комната такая же Взгляд обмануть невероятно просто Как только мы видим зонт, то сразу же думаем о дожде Но в такой солнечный день, как этот Нам совсем не нужен зонт Фокусники используют не только наше представление Об окружающих объектах Сейчас вы увидите простейший трюк Который имеет под собой глубокую подоплёвку Добро пожаловать Я покажу вам фокус с исчезновением карты С помощью этой колоды с синей рубашкой Идея проста Я разложу карты перед Сарой И попрошу ее выбрать одну из них И положить ее в центр стола Так, пожалуй, я выбираю вот эту Вот эту карту Замечательно Сара могла выбрать любую из карт Но она выбрала именно эту, которая сейчас лежит в центре стола Теперь я попрошу ее перевернуть карту и назвать ее Тройка треф, отлично Я кладу ее обратно в колоду И теперь положу ее рубашкой вниз Теперь щелчок пальцами И рубашка карты Сары осталась синей В то время как у остальных карт она стала красной Вот это и есть фокус с изменяемым цветом рубашки На самом деле секрет кроется вовсе не в картах Наш мозг воспринимает лишь малым толику Предоставляемой нам информации Во время проведения фокуса Произошло целых четыре цветовых изменения Добро пожаловать Я покажу вам фокус с исчезновением карты С помощью этой колоды с синей рубашкой Во время фокуса камера снимает только карты Которые сейчас лежат в центре стола Большинство зрителей не заметят изменений в цвете одежды, скатерти и штор Этот фокус основан на убежденности зрителя в том, что он видит абсолютно все, что происходит на его глазах Но на самом деле мы видим не более 10% того, что происходит Мы не замечаем этого и думаем, что видим реальную действительность Хотя это не так Мы ведь просто сосредоточены на очень маленькой области на столе Иллюзии – это не просто форма развлечения Как только мы видим зонт Они показывают, насколько сильно то, что мы видим, зависит от того, что думает наш мозг Глаза и мозг взаимодействуют и создают восприятие мира Но нужны годы, чтобы мозг научился преобразовывать то, что видит глаза, в наделенное смыслом изображения У вас будет возможность увидеть, как слепой впервые в жизни воспользуется глазами И как он будет описывать то, что видит его мозг Майкл Мэй потерял зрение в раннем детстве в результате несчастного случая Ему была сделана операция на глазах Он надеется на то, что, сняв повязки, сможет впервые за 40 лет взглянуть на мир На протяжении нескольких недель после операции я не верил, что, сняв повязки, смогу увидеть, как комната освещает свет Это чувство не описать словами Неожиданно начинает поступать огромный вал зрительной информации Форма, цвета, изображение подсюду После операции глаза Майкла стали пропускать свет до сетчатки Думаю, прежде всего вам нужно увидеть жену Однако они все так просто После 40 лет, пройденных во тьме, мозг Майкла не воспринимает то, что видят его глаза Обрести зрение было не так просто, как включить свет и начать читать книгу Процесс намного сложнее Ты не начинаешь видеть сразу, как если бы кто-то щелкнул переключатель Итак, как же Майкл будет воспринимать мир, который он не видел в 40 лет? Будучи слепым, однажды Майкл обрел способность видеть Однако в это ему верится с трудом Объясняется тем, что он ослеп в раннем детстве В 3 года он перестал видеть после химической аварии Через 40 лет он согласился на экспериментальную операцию по восстановлению зрения Врачи восстановили важнейшую часть глаза, которая была повреждена в результате нечастного случая Это роговица, чистая и тонкая, как бумага, покрытие глаза Которая помогает ему фокусироваться и защищает его После повреждения роговицы глаза перестали воспринимать окружающие объекты Майкл надеялся, что новая роговица даст ему еще один шанс взглянуть на мир Но после 40 лет слепоты это совсем нелегко Я концентрировался на изображениях, которые воспринимал и долго обрабатывал их мозг Я не мог сразу распознавать детали, например, улыбку Мне нужно было обдумать полученную информацию, анализировать ее и догадаться о ее значении Ведь у Майкла не было столь необходимой зрительной памяти и набора образов У тебя смешное выражение лица Этого у нас нет при рожде Все, что мы видим, новое для нас И каждый раз мы запоминаем визуальный образ и то, что он означает Существует так называемый зрительный опыт В задней части мозга расположены почти полмиллиарда клеток, отвечающих за зрительное восприятие Именно в этих клетках хранятся образы и обрабатывается новая визуальная информация Всю жизнь мы накапливаем зрительные воспринимания, которые помогают нам быстрее воспринимать окружающую действительность Интерпретация, а значит и распознавание некоторых вещей требует невероятно большого опыта Так что можно сказать, что мозг учится видеть Процесс обучения происходит в первые 6-7 лет жизни Но Майкл потерял зрение в 3 года, когда он еще не успел учиться видеть полностью Размер, форма, расстояние, цвет и тень Я долго думал о том, что вижу Это обочина, ступенька вниз или вверх Или это проявление тень Мой мозг еще не научился разъяснить все это И принимая акцент в обочине, подразумевая некоторые изменения в этой информации Если бы он провел детство зрячим Если бы он катался на велосипеде и заезжал на бордюры Он бы научился легко воспринимать действительность по мельчайшему подсказку Он мог бы отличить высокий бордюр от низкого А без такого зрительного опыта очень трудно рассчитывать только на зрение, прокладывая себе и счет Теперь уже взрослый мозг Майкла напрягается гораздо сильнее, чтобы не достать упущенный в детстве Однако Майкл может узнать некоторые вещи Я использовал трость, который проверял дорогу перед собой Тогда я мог более уверенно смотреть по сторонам и запоминать то, что вижу Яркие цвета, дорожные знаки, прохожие При этом я могу не задумываться о том, что находится непосредственно под моими ногами Майкл Мэй живет в странном мире между слепотой и зрением Ему приходится преодолевать недостаток зрительной памяти Но для большинства из нас зрительная память открывает новый мир Мир сновидений Ваши сны – это ваша реальность Вы видите, слышите и даже чувствуете все, что с вами происходит во сне Вы видите, как двигаетесь и делаете многие вещи, которые могли бы делать в реальной жизни Сны состоят из картинок, которые за долгое время увидели наши глаза Это как редактор видеоклипов, который соединяет части в целое Я часто летаю во сне, держу руки на животе, почти как супермун Я пролетаю над городами, маневрирую между зданиями Взлетаю вверх и пикирую вниз, прямо как птицы Я всегда мечтала мучиться летать И у меня это получается во сне Я летаю по-настоящему Интересно, что многие люди летают во сне Многим также снятся эпизоды погони, когда им приходится спасать свою жизнь Наш мозг может создавать предельно реалистичные события, которые мы и не переживали в реальной жизни Кто-то нашел меня, и я чувствую необходимости не останавливаться Я бежал от этого и стремился забраться повыше Но оно было быстрее Но я наткнулась на черных отболицы Рассказы о ночных кошмарах не прекращались на протяжении тысячелетий А их значение до сих пор не перестает рисовать и удивлять нас 3000 лет назад древние египтяне составили сонник, в котором описывались распространенные образы и давалось им объяснение Сон был состоянием, когда граница между этим и потусторонним миром становилась почти невидимой Но сегодня многие считают сны своего рода предсказанием будущего Кошмары считаются способом обуздать глубокие и часто общечеловеческие страхи А добрые сны позволяют нам воплотить наши фантазии То, что мы видим во сне, может быть связано с тем, что пришлось пережить нашим предкам Это еще одно доказательство того, как сильно зрение влияет на нашу жизнь КОНЕЦ 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 КОНЕЦ